Всем доброго дня, всем доброго вечера. Меня зовут Мариша и ваша или наша любимая рубрика распаковка сайта Алиэкспресс. Обожаю Алиэкспресс, обожаю сортировочный центр. Заказала в акционную неделю. Кстати, сейчас стартует акционная неделя. Заказала в акционную неделю. Все аккуратненько собрали в одну посылочку и пришло все это мне на новую почту одной огромной посылкой. Рассматриваю. Начну я свой обзор с вот такого кулинарного приспособления. Ну как бы сказать, очередная фигня, которой скорее всего я пользоваться не буду. Она работает, функционирует идеально. Вот в самом натуральном смысле слова идеально. Но у меня на такие фишки не хватает времени. Я это время лучше схожу в кино или в парк с детьми. Очень много времени забирает приготовление вот этой супер картошки, которой обещают быть по исходу использования этого прибора. Все работает клево, все работает идеально. Нож, хоть и пластиковый здесь, очень-очень остренький. Хотя дочь мне потом сказала, мама, ты что это не для картошки? Это сосиски жарить? То скорее всего это так и будет. Для меня занять лишний час на приготовление какой-то ерунды, которая тем более не полезна, так побаловаться это очень много. Очень-очень много, целый час на приготовление какой-то картошки, которой потребовалось очень-очень много масла. И всего в комплекте здесь 4 шпажки, то есть 4 картофелины и хотя бы должно быть штук 10. Пришлось эту картошку нарезать, снимать, потом жарить, ждать пока шпажки остынут, потом обратно надевать. Честно сказать, не понравилось. Сам прибор хороший, но для тех мамочек, у которых много времени. У меня много времени на работу, на детей, на чтение, на кино, на парке, но не на картошку. Следующая покупочка, это для себя любимой. Да-да, я его купила, я его не сделала сама. Да, и за такие деньги я его и не сделаю. Честно, ребятушки, стоил он тогда 45 или 47 гривен. Это тоже была акционная неделя, стоил он, ну пускай будет 47 гривен. Очень красивый, очень качественный. Я не могу вам примерить, так как я не умею себя правильно снимать, но смотрится он шикарно. Зайдите на страничку, обязательно посмотрите. Я вам расскажу, что из чего сделано. Внутри металлический обруч, потом фетровая основа, ну то есть вот такой формы. Она наклеена на металлический обруч и сверху обшита тканью. Красивой, изумрудной тканью. Я заказывала себе под платье. Смотрится идеально красиво. Сейчас сколько он стоит, я не знаю. Но в акционной неделе он стоил 47 гривен. Считаю достойная покупка за 47 гривен. Ссылочку оставлю в описании. Зайдите, посмотрите. Я думаю себя украшать девочек. Нужно не только бижутерии, украшения для волос. А нам их делать некогда, потому что мы украшаем маленьких девочек. А это мега печалька. Я теперь утверждаю с точностью, если вы покупаете себе блютуз наушники, то они должны не менее 300 гривен стоить. Потому что все, что меньше, оно не работает. Вернее, работает так, что делает вам нервы, как говорится. С ними ходить невозможно. Даже при полном заряде они работают не более часа. К тому же они неудобные. Они крупные. Они неудобно держатся в ушках. Не знаю, какие должны быть ушки, чтобы было удобно. И если разговариваешь только через левый наушник, то тебя не слышат. Вот это мои наушники Lenovo, которые я заказывала с Алиэкспресса. Они классные, они в рабочем состоянии. Но от вакуума у меня болят уши. То есть, ну, болят как? Больше 2-3 часов я не могу в них находиться. Но в этих я не смогла находиться больше 20 минут. Я приобрела себе, когда после этих начали болеть уши, мне посоветовали вот такие проводные, типа размеры копия AirPods. Все клево. Я купила, влюбилась в них. Но единственное, что они проводные. Я люблю, конечно, быть свободной. И решила себе заказать беспроводные. Они намного крупнее. В ушке они очень плохо себя чувствуют. Уши болят ужасно. И к тому же качество у них тоже ужасное. Не рекомендую. Говорю сразу, девчонки, если наушники стоят меньше 300 гривен, не покупайте. Это качество в них не будет. Приобрела я себе еще и рюкзачок. Цвет немного отличается от того цвета, который заявленный у продавца. Я заказывала его голубым, но он немного, как сказать, серее. Я знала, что будет такой цвет, потому что такой рюкзак я уже примеряла у нас на центральном рынке. Только стоимость такого рюкзака на центральном рынке у нас стоит 850 гривен. А здесь я его взяла за 291 гривну. А потом следом, через неделю, на него была акция, и они уже были по 270. Для меня этот рюкзачок не новинка. Я его трогала, примеряла, хотела именно этот и получила только за более выгодную цену. Рюкзак действительно очень удобный и вместительный. Сюда помещается бутылочка с водичкой, но бутылочка только пол-литровая. У нас сейчас очень много бутылочек 750 грамм. Я их больше люблю, но она сюда не вмещается. Здесь боковые карманчики. Небольшие, но довольно-таки вместительные. Здесь можно покласть маску или бахилы. Мы скоро опять возвращаемся в танцевальный коллектив. У нас уже 16 августа первая репетиция. И бахилы у нас как обязательный атрибут. Здесь их можно спокойно хранить, чтобы не укладывать в сумку. Внутри большой карман. Здесь типа для мобильных телефонов. Под замком отдел. А в основном один большой крупный карман. Даже я вам могу сказать, можно принести большую порцию продуктов. Ну, порцию, большую покупку продуктов. Не имею в виду, короче, покупки на неделю. А такую, что и картошки, и килограммы морковочки сюда вполне поместятся. Сзади для мобильного телефона. Очень удобно. У нас сейчас есть блютуг гарнитура. То есть телефон можно укладывать в рюкзак. Смотреть, кто вам звонит на часах. И разговаривать по наушнику. То есть не нужно доставать телефон. Есть еще ручка. Ну, так я так понимаю, что можно из рюкзака сделать типа сумки получается. Ну, примеряла, смотрится не очень красиво. Он красиво оригинально смотрится именно как рюкзачок. В ближайшее время ко мне придет точно такой же рюкзачок, только бордовый. Многие до сих пор боятся заказывать с сайта Алиэкспресс. А зря. Ну, мне только плюсом. У меня есть расширение. Кэшбэк от Литишопс. И 5,5% с каждой посылочки мне возвращается в виде кэшбэка. Мне это очень приятно. И на какие-то свои мелочи я зарабатываю именно так. Я заказываю то, что им нравится. Они находят тот же самый товар у нас в магазинах или на рынке. Просят меня найти и заказать. И я с легкостью зарабатываю на кэшбэке от Литишопс. Вам тоже рекомендую. Устанавливайте Литишопс. 5,5% с каждой покупочки вам будет возвращаться. У меня это даже стал заработок. Не то, что я как бы делаю скидки на свои покупки, а небольшой заработок. Рюкзак отличный. К покупке рекомендую. Ссылочку обязательно оставлю. Единственное, следите за акцией. Потому что полная его стоимость около 1200 гривен. Даже дороже, чем у нас на рынке. У нас 850, а на Алиэкспресс полная цена 1200. Но он очень часто в минус 85% или минус 75%, я не помню точно. И его можно приобрести до 300 гривен. А это модная цепочка. Пластиковая. В виде декора. Я купила для декора своего рюкзачка. Но, если честно, я думала, они чуть покрупнее. Хотя все размеры указаны. Здесь нечего. Как говорится, надо было считать внимательнее. Правда, вижу одну поломанную. Их немного. Ну и цена у них. По сравнению с той ценой, которая стоит готовая уже пластиковая цепочка. Оно все так простенько скрепляется. Цепочка очень красивого бирюзового цвета. Тот цвет, который я и предполагала. Но ее мало. Для того, чтобы украсить рюкзачок, вот этого отрезка довольно-таки мало. Я обязательно закажу еще повторно. Точно такой же отрезочек для своего рюкзачка. Смотрится она очень красиво. Я прикладывала. Здесь в собранном виде получается ну, около 24 сантиметра. Но на Алиэкспресс точно такие же цепочки, только с креплениями. То есть здесь просто цепочка. Там еще есть карабинчики. Стоит 160 гривен. Вот этот отрезочек стоил мне 22 гривны. Ну, я думаю, что в пределах 50 гривен можно сделать себе очень интересное оригинальное украшение. Тем более, лето заканчивается. Будем готовиться к холодам. И бирюзовая цепочка с черной курткой будет смотреться отлично. Ну, и теперь от личных покупок переходим к товарам для рукоделия. Вот такая намотка репсовой ленты в полосочку. Я заказывала ее синюю. С синего цвета. И на сайте она такая была ярко насыщенная синего цвета. Не могу ее открыть. Вот. А пришла она такая темно-темно синего цвета. такого прям чернильного. Если с изнанки видно, что это синий цвет, вот так, то когда смотришь на полоску, то она кажется черной. Но лента очень качественная. Я боялась, что лента будет жесткая, такая похожая на бумагу, но нет. Лента средняя по жесткости, не мягкая, не жесткая. Это, естественно, нанесена краской. Вот из-за этого я и переживала. То есть это не принт, то есть, ну, как бы, не рисунок на ленте, а именно напечатана краской полоска. И думала, что из-за этого может быть лента будет жесткая, более похожа на бумагу. Нет. Качество прекрасное средней жесткости, а самое главное, она хорошо просушена. То есть полоска хоть и напечатана, но с изнанки нету нигде отпечатка. Я проверила довольно-таки большое расстояние. Отпечатка краски нету. То есть вы можете вполне пользоваться этой лентой как двухсторонней. Естественно, это просто на синий репс нанесли белую полоску, но из-за этого она смотрится типа двухсторонней. Рекомендую к покупкам, особенно к школьному сезону. Обязательно еще хочу заказать такую же самую ленту, только розовую. Голубой я пользуюсь очень редко, а я думаю, такая лента розовая в белую полоску будет отлично сочетаться и с голубыми лентами. Это уже будет подготовка к зиме. Розовая с голубым в полосочку будет смотреться шикарно. Кружево. На кружеве мы долго останавливаться не будем. Это два самых любимых и распространенных варианта кружева на Алиэкспресс, а также и у всех рукодельниц. стоимость такого кружева на Алиэкспресс всегда минимальная, то есть в Украине такой цены вы точно не найдете и при том, что еще здесь бесплатная доставочка. Я заказываю всегда самые популярные цвета это синий, светло-розовый, ярко-розовый и белый. И заказываю иногда мятный, сиреневый и желтый. Кружева всегда приходят средней жесткости, вот это точно средней жесткости, а это кружево иногда приходит очень-очень мягкое, но чаще всего мягкое приходит почему-то только мятное. А также меня всегда радует упаковка. Кружево всегда приходит, каждая намотка в отдельном упакованном пакете, что немаловажно, и всегда ровненько, не нужно его никогда проглаживать, что раньше этого не было, да, были такие времена, что кружево приходило довольно-таки мятое, и его приходилось еще отглаживать. Намотка всегда соответствует тому размеру, которое заявлено у продавца, то есть, если это 5 ярдов, то значит, это 5 ярдов, а зачастую это 5 метров, а не ярдов. 10 значит 10. Сейчас я уже не перемеряю, я уже доверяю, хотя поначалу я перемеряла кружево. Кружева много не бывает, и к дополнению кружева я заказала и кружевной декор. Заказала два вида бантиков. Одни бантики пришли в дополнительном пакете, а вторые бантики вот так просто без какого-либо пакетика. Так, оба бантика кружевные, один более тоненький, другой более плотный. В этом бантике указано 6 сантиметров, длина бантика здесь 5. Сейчас перемеряем. В этой намотке у нас 36 элементов, все бантики ровные, отглаживать впоследствии бантики не нужно. Я отделила уже элемент, впоследствии нужно будет подрезать ниточки, но огнем их не обрабатывайте, иначе они потемнеют по краям. Бантик у нас 4,7. Здесь нету 5 сантиметров, но за 3 миллиметров мы не будем ругаться и открывать спор. Очень красивый элемент, я думаю, они разойдутся очень быстро, рекомендую. Они более плотные, чем вот эти бантики. А вот этот бантик мне стало прям вандализм. Ну, зачем это было? На мой взгляд, или не знаю, или не докладывайте, из-за этих буквально 2 сантиметров я не думаю, что будут открывать спор, хотя люди бывают и разные. или 2 сантиметра подарите. Здесь ровно по 2 ярда. Эти бантики нужно будет некоторые дополнительно прогладить, потому что они примялись. Ну, в основном бантики ровные, а также здесь также нету 6 сантиметров. Этот бантик у нас 5,5 это максимум. но тоже открывать я спор не буду, меня вполне все устраивает. Смотрятся они очень красиво. И много-много изделий я уже придумала именно для вот этих бантиков. Не для этих, а для вот этих. Почему разница? Они отличаются по длине. Смотрите. И не во всех изделиях оно будет смотреться так, как я запланировала. Честно сказать, вот эти бантики мне нравятся больше. Хотя по качеству эти. Или я еще мало с ними поработала. Все у нас впереди. Ну и на этом наверное все-таки буду заканчивать. И буквально через недельку сниму видео с остальными посылками. Потому что мне кажется видео затянулось очень-очень длинное. Это я рекомендую к покупке всегда, потому что без этого декора я не представляю своей работы. С вот таким мутным камнем я покупала маленький декор. Теперь купила более крупный. Смотрится реально шикарно. Намного лучше, чем вот эти предыдущие прозрачные камни. С разового декора заказала пока два лота. Я думаю в ближайшее время я еще как минимум два закажу. Сейчас тоже акционная неделя. Вернее не неделя, а там по-моему всего три дня акционных. Ну я лота с разового декора. Из них один лот это все камни изумрудные. А здесь микс продавец положил именно те цвета, которые я и просила. Мне очень понравился розовый камень. Я буду в ближайшее время заказывать. Вернее на этой акционной неделе этих акционных три дня я закажу еще розовый камень и еще есть такой ярко-бирюзовый. Вот этот голубой, а там ярко-бирюзовый. Хочу заказать и их еще. Обязательно в ближайшее время мы используем весь разовый декор, потому что школьный сезон в самом разгаре и я думаю, что мне даже этого и не хватит. Но так как сейчас посылки приходят довольно-таки быстро, заказываем в акционную неделю, все приходит в течение двух-трех недель, значит до школьного сезона я успеваю. Все, с вами обязательно обещаю я вам покажу все, что я покупала на Алиэкспресс. Посылка огромная, а времени мало. Чтобы не затягивать, разделим на два обзора. Субтитры